Проведение традиционной международной конференции торгово-промышленных палат Финляндии и Северо-Запада России проходит каждый раз в новом городе. Год в России, год в Финляндии. Впервые она добралась и до Архангельска. Что это даст, узнала Анна Рязанова. Десятая конференция торгово-промышленных палат Финляндии и Северо-Запада России собрала более 150 человек. Представитель главного финского бизнес-сообщества Юхара Макканьеми уже в начале форума оказался настроен на дальнейшее сотрудничество. У нас очень много совместных интересов в сфере тяжелой промышленности. Я хочу предложить провести следующую встречу в 2019 году в Финляндии. Там у нас будет специальная бизнес-платформа для обсуждения конкретных вопросов по работе в этой отрасли. Особенно интересы двух стран пересекаются в сфере судостроения. Сотрудничество здесь один из ключевых векторов развития дружеских отношений. Особенно в освоении арктического шельфа. Хельсинская судоверфь, которая сегодня частично принадлежит Объединенной Судостроительной Корпорации, она вообще таким центром ноу-хау традиционно является. Это и ледоколы, это и спорядочный помогательный флот. Я думаю, у нас есть совместные проекты в сфере судоремонта. Есть что пообсуждать. Есть и другие направления, еще не затронутые ранее. Несмотря на то, что сегодняшний форум – площадка по большей части для бизнеса, но основная ее цель – обмен новыми технологиями. России здесь интересен опыт зарубежных гостей в вопросах экологии. Как использовать природные ресурсы, не нарушая экологического равновесия. Активно осваивается арктический шельф. Тут добывается газ, нефть и все остальное. Естественно, что это вызывает экологические проблемы. Видим все-таки вот такой, как обычный конфликт между человеком и природой. И его необходимо, конечно, уже предупредить, локализовать. Обсуждение на площадках продолжится еще два дня. Проведение международного форума стало своеобразным подарком для торгово-промышленной палаты Архангельской области. Завтра ей исполняется 25 лет.